Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС «Семь дней» в студии Иван Тинников. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите... Второй заболевший в главах Акасии на самоизоляции. Предстоящая неделя станет нерабочей. Все итоги по коронавирусу. Грядущая реструктуризация. Премьер-министр России задумался об отсрочке платежей по бюджетным кредитам. Что это даст республике? Официальный комментарий регионального Минфина. Продукты первой необходимости. Хлеб, мясо, молоко и овощи. Каков в республике товарный запас и как поведут себя цены в новых условиях? Аскийский райсовет на прошедшей сессии так и не принял муниципальный бюджет. Последствия подобного решения для всего района рискуют стать катастрофическими. Выше человеческого роста. Снега в тайге больше обычного. Специалисты готовят прогноз весеннего паводка. Но все ли зависит только от погоды? В республике подтвердился второй случай заражения коронавирусом. Женщина прибыла из-за границы. Она отдыхала в Италии и Франции. 15 марта прилетела из Москвы в Абакан и сразу же была отправлена на карантин. При первичном обследовании на коронавирус результат был отрицательный. Однако лабораторные исследования дали положительный результат. Все, кто контактировал с заболевшей, находятся под наблюдением врачей. Глава Хакасии официально подтвердил на своей странице в Инстаграм, что находится на самоизоляции. Цитата. Я летел в одном самолете с женщиной, у которой официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Результат анализа отрицательный. Ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно. Работаю дистанционно, нахожусь на округлосуточной связи с замами и министрами. Провожу совещания в онлайн режиме. Обязанности главы в мое отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов. Конец цитаты. Президент России объявил нерабочий неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом он заявил в обращении к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу. Согласно указу, неделя объявляется нерабочий с сохранением заработка. В то же время вынужденные каникулы не распространяются на сотрудников непрерывно действующих организаций. Урганы власти, транспорт, медицина и силовые структуры продолжат работу, как аптеки и магазины, реализующие товары первой необходимости. Владимир Путин подчеркнул, что главный и абсолютный приоритет в решении руководства страны сегодня – жизнь и здоровье людей. «Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома». С категоричным призывом оставаться дома выступил и мэр Абакана. «Ни в парках, ни в скверах, ни на улицах гуляющих быть не должно, как и на отдыхе за городом», – заявил Алексей Лёмин. Глава Хакасии, в свою очередь, призвал проявить максимальную заботу о престарелых родственниках, потому что категория 65+, относится к группе риска по коронавирусу. Им рекомендовано уйти в режим самоизоляции. Пенсии будут доставляться на дом. В то же время работающим пенсионерам старше 65 лет предоставят больничные листы. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минфину России проработать вопрос отсрочки для регионов платежей по бюджетным кредитам. Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова прокомментировала эту новость, а также информацию о якобы напрасно растраченном резервном фонде республики. Почти 14 миллиардов рублей в разные годы республиканская казна заимствовала из федерального центра в качестве бюджетных кредитов. В 2017 году Москва уже реструктуризировала эту задолженность. Согласно тому графику, Хакасия должна была внести очередной платеж этой осенью. Но председатель правительства России дал поручение проработать вопрос о срочке платежей для регионов страны. Нам необходимо заплатить из 14 миллиардов рублей 1,4 миллиарда. Вроде сумма небольшая 1,4 миллиарда, это 10 процентов, но тем не менее. Учитывая ситуацию трудную очень с бюджетом у нас в этом году, очень сложную, если будет произведена отсрочка и с 2020 года перенесут на более поздние периоды, конечно, это существенная поддержка для нашего бюджета, для республики Хакасия. Кроме того, Ирина Войнова прокомментировала информацию, которая в последние дни широко разошлась в сети. Якобы власти республики расходуют средства из финансового фонда, предназначенного для ЧАЭС. Во-первых, на ЧАЭС есть отдельный фонд. Во-вторых, резервный фонд республики Хакасия, откуда мы сейчас распределили 165 миллионов, его вообще размер 197 миллионов, то есть в принципе он распределён не весь, там почти 30 миллионов ещё остались, которые в случае необходимости могут быть направлены и в том числе на пополнение ЧАЭС на фонда, если вдруг, не дай бог, это возможно, необходимо будет. Иными словами, существует два фонда – резервный и фонд для чрезвычайных ситуаций, из которого никто деньги не забирал. Что до резервного фонда Хакасии, то его средства будут распределены следующим образом. Более 60 миллионов рублей направлено на софинансирование социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. Больше 20 миллионов получит подрядчик по завершении строительства школы в селе Верхбаза Аскийского района. Сейчас работы выходят на финишную прямую. Порядка 40 миллионов резбюджет выделит на завершение долгостроя – поликлиники в Белом Яре. Около 13 миллионов рублей на закупку экранов, звукового, светового и прочего оборудования, что особенно актуально в свете приближающейся годовщины Великой Победы. Раньше всю эту аппаратуру приходилось арендовать, а закупка в собственность позволит сэкономить изрядную сумму. Минсельхоз Хакасии держит на контроле вопрос продуктовых запасов. В профильном ведомстве заверяют – поводов для беспокойства нет. Тревоги вокруг коронавируса никак не повлияли и не повлияют на стоимость мяса, молока и овощей. Все аграрии Хакасии работают в штатном режиме. Объемы производства сохраняются на прежнем уровне. Специалисты держат запасы продовольствия на контроле. Наши хлебопроизводители, кто производит, выпекает хлеб, полностью обеспечены. У кого двухнедельный, у кого месячный запас муки. Поэтому таких резких скачков и цен не ожидаем. В связи с тем, что у нас уже впереди лето, пастбищный период, мы, как и всегда, каждый год увеличиваем в эти месяца объем реализации молока. Аналогичная ситуация и на овощном рынке региона. Объемы производства ничуть не сократились, да и экстремального спроса как такового не наблюдается. Поэтому предприниматели спешат успокоить. Никакой коронавирус не повлияет на рацион жителей республики. Вегетарианцы могут спать спокойно. Прилавки по-прежнему изобилуют и томатами, и зеленью, и огурцами. Нет, мы не планируем повышать цены. Более того, в связи с тем, что мы на данный момент уже отказываемся от искусственного освещения, а так как у нас себестоимость очень сильно от этого зависит, то есть нам помогает весеннее наше солнышко, поэтому цена будет в дальнейшем только падать. Таким образом, все опасения вокруг новой вирусной инфекции не отразились на отрасли никак. Сельчане, как обычно, готовятся к пассивной кампании, ремонтируют технику, закупают ГСМ и семена. Сейчас наша деловая рубрика «Хакасия в цифрах». Материал подготовлен совместно с отделением Национальный банк Республика Хакасия, Банка России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аскейский райсовет на прошедшей сессии так и не принял муниципальный бюджет. Последствия подобного решения для всего района рискуют стать катастрофическими. Речь идет о срыве национальных проектов и невыплате заработной платы бюджетникам. Бюджет на сессии не рассматривали, о нем больше говорили. Райсовет подготовил типовое обращение. Типовое, потому что один текст отправлен сразу в несколько адресов. Полпреду президента, председателю Верховного совета и депутатам парламента Хакасии. Текст фактически дублируют недавние высказывания руководителя территории Абрека Челтагмашева в адрес главы республики. Сбалансируйте до 0,8 Аскейский район. Сумма незначительная, 44 миллиона. И мы бюджет примем. Аргумент правительства о том, что Хакасии после казначейской проверки будет предоставлена финансовая помощь, которую и распределят по территориям, никто не хотел слышать. Сегодня можно сказать, что 43-я сессия Аскейского райсовета стала роковой. Ведь в случае непринятия бюджета с 1 апреля муниципалитет не сможет выплачивать заработную плату. Речь идет о школах и детских садах. Последствия, которые вытекают из того, что бюджет в районе не принят, да, они есть. Они есть, эти последствия. И сегодня уже истекает, вот, марта месяцем, 3 месяца. Есть вопросы, которые возникнут, текущие по финансированию наших образовательных организаций, дошкольных, ну и всех, кто финансируется из районного бюджета. Председатель райсовета Вячеслав Сематкин, ведя сессию, умолчал и о других катастрофических последствиях. Опять же, в случае непринятия бюджета на территории района нельзя начать новые стройки по нацпроектам. Да и по старым объектам начались проблемы с финансированием. Мы построим объекты, но везти их не сможем, потому что денежных средств на это недостаточно. 1 апреля в жизни Аскизского района может стать черной средой. И вместо того, чтобы принимать бюджет, депутаты рассматривали обращение. За проголосовало 23 депутата. Один воздержался. Остальные 11 просто не пришли на сессию. Информационную картину недели мы попросили прокомментировать председателя комитета по бюджету и налоговой политики Верховного Совета Хакасии Олега Иванова. В этом году в связи с реализацией послания президента в январе, который озвучил он, изменения в бюджет приняты в начале марта. Республики Хакасия среди регионов, которым рекомендовано оказать федеральную помощь, это 10 регионов нету. И я считаю, что это достаточный задел для того, чтобы Республика Хакасия, Верховный Совет уже в этом участвует, Глава, я желаю ему успехов на этом поприще, на этом пути, включиться в работу по привлечению внимания и федеральной помощи из Российской Федерации к решению местных региональных проблем. Дело в том, что справедливые межбюджетные отношения должны коснуться и Республику Хакасия. Этой работы не надо бояться, я думаю, что у Валентина Олеговича здесь все должно получаться. Знаете, как Иоганн Вольфганг Гёте говорил, ну проще сказать, Гёте говорил, что человек не знает своих сил, пока не проявил их. Так вот, я считаю, что у Республики Хакасия, у исполнительной власти, все должно быть по Гёте проявить и получить позитивный результат в отношении Республики Хакасия. Моё мнение, что происходит последовательно нагнетание атмосферы безуспешности работы республиканского правительства с муниципальными образованиями Республики Хакасия. То есть, искусственная картина образовывается. Вот я уже упомянул вам сегодня в разговоре про Гёте. Вот у Гёте, его Перу, Перу человек, который написал страдания молодого Вертера, Фауста, принадлежит также фраза, что в основном пользуется правилом разделяя влавствуй. Но объединяй и направляй гораздо эффективней. Так вот, если разобрать, я считаю, что те, кто сегодня пытаются создать картину безуспешности республиканского правительства, они, значит, нашли, разделяют и пытаются властвовать. А как бы образовывать участки, которые создают негативную картину. На самом деле, объединяй и направляй эффективней. Это когда бы Аскизский район вместе с правительством на федеральном уровне, объединенные и направленные цели, добиться участия нас в числе регионов, на которых реализуются интересные инвестиционные проекты. Чтобы мы были в числе 10 регионов, вот оказывается, помощь, были 11 регионам, где принято решение оказать помощь бюджету республики Хакасия. Это достойные цели. Достойные цели, если человек мыслит высоким приоритетом в отношении своей родины, своей территории. Я адресую Кабрик Васильевичу эти слова. Резкий скачок курса доллара и стремительно развивающаяся ситуация вокруг коронавируса. Как при таком положении дел чувствует себя бизнес-сообщество? С какими проблемами сталкивается? Ответы на эти и другие вопросы выяснял мой коллега Оскар Артамонов. Ирина Баженова – известный в республиканской столице предприниматель с большим опытом. О трудностях и чаяниях малого и среднего бизнеса знает не понаслышке. Первый удар нанес молниеносный взлет курса доллара. Несмотря на то, что в России существуют фабрики по пошиву одежды, вся фурнитура закупается в Китае, Турции и Европе. Сейчас многие предприниматели с огромной тревогой следят за новостными сводками с коронавирусного фронта. Самый кошмарный сценарий для торговцев, которые живут лишь за счет оборота объявления тотального карантина. Если мы сейчас прервем экономику резко, хоп, даже неделя, если для Москвы месяц это уже как-то на них повлияет, у нас неделя предприниматели посыпятся как карточный домик. Бизнес это же, это вот, это организм, он дышит. И он сейчас дышит, вот вместе с коронавирусом тяжело, тоже нужен какой-то вентиляционный аппарат. Несколько иная ситуация на рынке бытовой техники и электроники. Как нам пояснили в одном из гипермаркетов, на складах еще хранятся декабрьские запасы товара, закупленного по старому курсу доллара. Это позволяет сдерживать резкий взлет цен, поэтому никакого ажиотажа, как в 2014-2015 годах, когда люди сметали технику с прилавков тонами, сейчас не наблюдается. Кроме того, в этом сегменте бизнеса разработан четкий план действий при ухудшении ПИД-ситуации. Это, само собой, влияет на рынок, но не критично. То есть, как правило, если есть спрос, будет и предложение. То есть мы готовы к тому, что, если, допустим, ведется карантин, то есть, ну, всеобще-то, то есть, если никого не будет выпускать, то мы переводимся на просто работу онлайн-магазина. То есть, также заставка клиентам. То есть, как говорится, есть спрос, будет и предложение. Приложение у нас будет всегда. То есть, вне зависимости от ситуации с коронавирусом. По мнению экспертов, главный фактор, способный подорвать иммунную систему экономики и бизнеса, это время. Ни один специалист не берется с точностью сказать, насколько долгоиграющие последствия будут иметь обвал рубля и коронавирус. Ясно одно. Только сплоченная работа общества, власти и бизнеса смогут вырвать экономику страны из тисков проблем. В нашу редакцию обратились взволнованные жители дома номер 22 по улице Угольная в Черногорске. Люди жалуются. В квартирах сильно провисает потолок, и они боятся, что обвалится крыша. В ситуации разбиралась моя коллега Мария Мишнина. Потолки провисают, всё, сыпется. Дом, когда взрывается, взрывы идут на разрезе. Он ходуном ходит, боимся, чтобы не упал потолок. Что тут можно ещё сказать? А куда-то обращались с этой проблемой? Нет, не обращались. А толку-то? Такая же ситуация с потолками и у соседей. Ольга Щебылкина купила эту квартиру три месяца назад. На провисающие потолки обратила внимание, но продавцы заверили. Сотрудники управляющей компании придут и всё бесплатно сделают. Я вызвала, хотела натянуть потолки. Мне сказали, что смысла нет, что крыша у вас вот-вот упадёт. Вызывайте, чтобы вам делали крышу сначала, а потом нас. Они визуально увидели, что там, говорит, там балка. Крыша висит. Женщина обратилась в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом. Сказали, что ждите, мы приедем. Я просидела дома, на работу не пошла, никто не приехал. Потом звоню, взял техник, трубку, телефонную и сказал, что вам крышу никто делать не будет. Что за свой счёт. Во время съёмок мы созвонились с фондом капремонта. Там пояснили, в этом доме несколько лет назад проведены работы по замене инженерных сетей, фасада и кровли. Поэтому проблем быть не должно. Кроме того, руководитель фонда заверил. Крышу ремонтировали пять лет назад и уже тогда потолки были в таком состоянии. Первое, что мы выполнили, это разгрузили кровлю от того веса, который там был, около 60 тонн угольного шлака. А второе, мы усиляли несущие балки на самой кровле. Поэтому угрозы обрушения не будет. Но уже косметические ремонты внутри квартир, то есть потолки в квартирах, это, конечно, уже не общее домовое имущество. И вот эту штукатурку демонтировать им придётся самостоятельно. В ближайшее время на место выйдут представители фонда и управляющие компании для более детального обследования дома. Весьма любопытную федеральную инициативу поддержал Президиум Верховного Совета. Это возможность торжественной официальной регистрации брака вне стен ЗАГСа. Законодатель прежде об этом не задумывался, а тем временем возник спрос на свадьбы под открытым небом. На заседании прозвучало, необходимо менять закон таким образом, чтобы каждый регион установил свои знаковые места для заключения Союза. У каждого субъекта это свои сакральные места, где с использованием этнических национальных традиций могут происходить как раз заключения торжественных обрядов браков. И я думаю, что для нашей республики это является крайне интересной и актуальной, потому что за последний год таких обращений было 106. Так как браки хотели совершаться именно в таких наших сакральных местах, а мы не могли им организовать это, потому что у нас нет такой юридической федеральной нормы. Выше человеческого роста. Снега в верховьях реки Абакан больше обычного. Оперативная группа МЧС вместе с гидромедцентром облетела горную местность для оценки снегозапасов. Теперь специалисты готовят прогноз весеннего паводка в Хакасии. Ми-8 в воздухе. Сотрудникам МЧС и гидромедцентра предстоит несколько часов облета горной местности в Таштыбском районе. Отсюда напитывается река Абакан. Она больше всего беспокоит населенные пункты во время большой воды. На равнине лед уже начинает сходить. Под наблюдением ледовая обстановка на реке в районе Абазы. Воды мало, плотный лед почти до земли. Он будет скапливаться и уплотняться, что может привести к затору. Пока такой опасности нет. Ситуацию необходимо будет контролировать постоянно за счет местных подразделений ГОЧС, за счет ЕДДС районов в рамках того, чтобы не допустить того, чтобы где-то образовывались какие-то ледовые заторы. Первыми видят изменения на реке наблюдатели гидропоста Усть-Тарташ. Это 170 километров выше от Абазы на реке Малый Абакан. Снег здесь пока не тает. Здесь пока еще царит настоящая зима. На посту Усть-Тарташ снега больше полуметра. Но это даже хорошо, говорят специалисты. Он растает и вода поднимет лед, который пока лежит на реке Абакан чуть ли не на грунте. Вертолет отправляется дальше в горы. Прямо с борта гидрологи замеряют специальным прибором, платномером, сколько в снеге воды. Замеры делают в нескольких точках на разных высотах. Снега очень много, где-то высота больше двух метров. Воздушная разведка помогает спрогнозировать паводковую ситуацию. Снегозапасы выше среднемноголетних значений. Примерно где-то 130% от среднемноголетних норм. Но это, конечно же, не значит, что у нас ждет какое-то вешенное половодие. Основной прогноз водности, максимальные уровни у нас будут в пределах среднемноголетних значений. Из-за теплой зимы лед тоньше. Река Абакан вскроется чуть раньше обычного. В районе Абазы примерно 12-13 апреля. С 1 апреля там откроют круглосуточный пост. Мы подготовили силы и средства, подготовили пункты временного размещения людей, обошли все потенциально опасные территории, сверили всех жителей, которые там находятся. У нас четкая связь есть, мы четко понимаем, кто где находится. И для того, чтобы вовремя оповестить. Если снег будет таять постепенно и обойдется без сильных дождей, половодие пройдет спокойно. Но все зависит от погоды. Поэтому гидропосты на чеку. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней». Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!